Здравствуйте! С вами программа День города и я, Марина Романюк. В сегодняшнем выпуске поговорим на следующей теме. В верхнем городском саду высаживают деревья. Планируется посадка нескольких сотен растений. Тест на подделку. Появился способ проверять, действительно ли вакцинировался человек. Казанская икона Божьей Матери. О культурной подоплеке праздника. После рубки и вывоза больных деревьев в верхнем городском парке начали высаживать новые. Всего их будет более 700. Дубы, березы, ели. А также появятся кустарники. Барбарис, форзиция, сирен и другие. Подробнее Максим Васильев. Для неискушенных посетителей верхнего городского сада все эти горшочки, кустики, аккуратные туи – всего лишь отдельные элементы пазла. Чтобы он сложился окончательно, нужно, конечно, ждать весны, но эскизы полной картины в дирекции благоустройства уже есть. Над ними поработал ландшафтный дизайнер, так что с майским цветением здесь начнется волшебное преображение. Высаживать прямо сейчас, пока позволяет погода, инициатива городских властей. За период 3-4 ноября будет высажено порядка 30 крупномерных деревьев и свыше 700 единиц различных кустарников, в том числе сирени, гортензии, спиреи, кизильники, барбарисы и так далее. Говорим про скальники. В данном случае у нас приживают скальники и можжевельники. Действительно, ярким примером это может стать дворец Торжеств на московском, где за полтора года у нас можжевельники разрослись более чем в три раза по своей ширине площади. То есть они будут переплетаться между собой? Да, да. Они разрастутся. Это будет большой зеленый треугольник с желтыми цветами. Этот будет зеленый с желтыми цветами. Так. Вот этот будет тот желтый, тот желтый. Там будет красный круг, там будет красная стрела, а там без пирейки будет желтый треугольничек. Экономить на красоте городские власти не стали, доверились профессионалам из дендроусадьбы в Рыбновском районе. Свои ветви в парке уже раскинули плакучие ивы, осваивают грунт, трехметровые канадские ели, приживается черемуха. Но это только начало. Обычно строители экономят на этом, их сажают прутики. Здесь же радостно, что сажаем деревья третьей, четвертой группы и кустарники не голым корнем какие-то маленькие, а полноценные кустарники Ц3, которые продаются в тех же самых садовых центрах для частных покупателей. И также мы отправляем в города, в том числе Москву, на озеленение. Здесь вот, допустим, сидели сирени старые, и мы их позавчера удаляли. К нам подбежала толпа местных жителей, начали возмущаться, но потом Денис с ними пообщался. Они говорят, а что вы удаляете? Он говорит, не вписываются в новую концепцию. А что здесь будет? Он показал эскиз, все им объяснил, без вопросов ушли все. Всем нравится то, что есть какая-то идея, а не какие-то стихийные посадки. Кизильника пока что здесь будет больше всего, около 300. Еще 400 с лишним единиц кустарника добавят на следующих выходных, если позволит погода. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинсбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации. Об этом пишут известия. По словам академика, маркером успешно проведенной прививки спутник В или спутник Лайт выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса АД26, который крайне редко встречается у человека. Поэтому наличие антител к АД26 говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке АД26, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, пояснил Гинсбург. Ученый уточнил, что антитела к АД26 не нашли примерно у 80% пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию. Известное всем горожанам деревянное строение с колоннами, дом Херасковых на Площади Свободы много лет пустует и разрушается буквально на глазах. Запущенное состояние беспокоит краеведов, искусствоведов, но лишь усугубляется с годами. Недавно на территории дома начались движения, двор расчистили от мусора, железные заборы снесли. Визитная карточка Площади Свободы – деревянный дом с колоннами, о котором за последние десятилетия снято множество видеоматериалов и написано множество статей. Уникальный памятник архитектуры начала 19 века находится в аварийном состоянии, что приводит в недоумение историков, краеведов, гостей города. Ведь этот дом мог бы стать настоящим музеем под открытым небом. Таких особняков в Центральной России остались единицы. И он по качеству исполнения, по тому, как он выглядит, он входит в ряд самых известных ампирных особняков деревянных Москвы, Калуги и других ампирных городов, где ампир процветает. Этот домик послужил основой для создания во второй половине 19 века целого ряда подобных домов, правда без колонн. Но вот сам вот этот подход, да, одноэтажный дом с мезонином и вместо колонн такие фальшколонны, 4, очень здорово сыграл вот в городе Рязани. Под стенами со стороны улицы Свободы ежедневно разворачивается торговля. Дубовые колонны, которые выдержали больше 200 лет, на глазах приходят в негодность. На балконе скапливается мусор. В целом выглядит здание как очередной кандидат под снос, хотя потерять его было бы просто бесчеловечно. Говоря о площади Свободы, да, мы обычно вкладываем в понятие Свобода какой-то такой высокий штиль, да, высоким штилем говорим. Свобода, равенство братств. Так вот, Рязанская Свобода, она скорее с негативным оттенком у нас на это название, потому что освободились от замечательного храма 17 века, называемое Воскресенье Звонное, славившись своим удивительным малиновым звоном. И готова уже, в такое впечатление, освободиться от этого замечательного ампирного особнячка начала 19 века. Тогда она полностью освободится от всего красивого. Здание не числится в реестре муниципальной собственности с 2004 года, а в конце прошлого года дом признали аварийным. И Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области теперь намерена изъять у владельца знаменитый дом Хирасковых. По общей доступной информации, владельцу еще 9 лет назад предписали разработать проект по сохранению дома и привести его в порядок. Собственника штрафовали, но согласно документам, реакции не последовало. Однако краевед Игорь Канаев общался непосредственно с хозяином, который избегает прессы. Проект один он отдавал здесь в Рязани в проектную организацию, второй в Нижнем Новгороде мы делали, и оба проекта почему-то не подошли к каким-то там критериям. Он говорит, да я бы с радостью пошел, ответные шаги, да, если бы мне немножко город помогал, потому что одному ему не потянуть, конечно. А штрафные санкции, это можно бесконечно штрафовать человека. Если не помочь сейчас, да, хотя бы чем-то, какие-то ответные шаги сделать, то дом и дальше будет продолжать разрушаться. Пока идут споры, дом постепенно ветшает, но его еще можно сохранить и восстановить, хотя внутри полная разруха. Утеряна изразцовая печь, разрушены полы и стены. Но если спасти этот дом и восстановить исторический вид усадьбы, он может стать невероятно привлекательным объектом туризма и новой победой культуры над беспринципностью и равнодушием. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Кораблинский дом детского творчества отметил свой 60-летний юбилей. Воспитанники подарили педагогам творческие подарки и благодарственные письма. О том, как прошел праздник в Кораблино, наш репортаж. Первый тогда еще дом пионеров в Кораблино появился в далеком 1961 году. Сегодня пионеров уже давно нет, но детей по старой традиции сюда продолжают приводить. Тем более после новоселья. Еще год назад детская организация находилась практически в бараке. За короткий период власти отремонтировали помещение бывшего ателье. И свой юбилей дом творчества встретил в новом и красивом здании. Сегодня, в этот юбилей, мне бы хотелось пожелать коллективу Дом детского творчества в лице директора Марии Юрьевны Соловьевой, конечно же, дальнейшего процветания, конечно же, нового полета их фантазии. Я очень рада, что здесь есть как традиционные кружки, так и появились новые современные технические кружки, которые при нынешней нашей жизни, конечно же, имеют большое значение, а может быть даже и даже приоритет в какой-то степени значения. Помимо традиционных песен и танцев, современные дети приучали взрослых к новому формату – флешмобам. В праздничный день коллективы и воспитанники были награждены грамотами и благодарственными письмами от Министерства образования Рязанской области и Управления образования Кораблинского района. А маленькие артисты из детского сада подарили песню. Кораблинский дом детского творчества работает по шести разнообразным направлениям – творческому, краеведческому, патриотическому. С появлением нового дома педагоги рассчитывают на расширение компетенции. Здесь уже появился кабинет логопеда и принимает он абсолютно бесплатно. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала ТВ «Кораблино». Запас витаминов и хорошего настроения без QR-кода. Рязань вновь посетила выставка продажа «Икра и рыба камчатская». Она работает рядом с центральным входом торгового центра «Премьер». Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную и полезную продукцию на свежем воздухе. Валерий Седов продолжит. Аппетитный чавыч холодного и горячего копчения, а также палтус с его белым, как лист мясом, такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Но это не весь ассортимент. Всего на прилавке представлено несколько десятков видов разных рыб. Палтус, нерка, омуль, белуга и белорыбеца. А какую рыбу решили взять? Чу-ду-чу. А почему его? Потому что там много, а пенька три и микро, и макро, да. Ну, во-первых, вот чавычу я все время беру, она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас, чу-какую продают, это лучше. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы, сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. А что сегодня решили купить? Икру. Почему ее? Ну, почему ее? Я вообще-то, у нас икра горбуши продается, а это вроде как получше. Что решили купить? Икру. Почему ее? Ну, я люблю ее. Очень даже полезно. Да. Рыба вообще все полезно. И икра вся полезна. Ну, конечно, от хорошей рыбы. То, что аппетитная икра от хорошей рыбы, можно не сомневаться, уверяют продавцы. Состав ее, если можно так выразиться, натуральный, природный, естественный. Только икра и соль. Вообще эти эпитеты можно применить ко всему ассортименту. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 6 ноября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В России верующие любят и почитают Казанскую икону Божьей Матери. С торжествами в честь этого образа связаны и церковные, и народные традиции. Вспоминают о чудотворном образе несколько раз в год. 4 ноября, помимо Дня народного единства, в православном мире примечателен, как День памяти, чудотворные иконы. День Казанской иконы Божьей Матери отмечают дважды летом и осенью. Казанскую икону считают чудотворной. Почитать образ начали с 1579 года. Такая особенная символическая наполненность и значимость, она была определена, наверное, самим местом обретения извода Казанской иконы Божьей Матери. Дело в том, что прошел пожар большой в Казани, в новопостроенном городе. И в этот момент татары, живущие на этой территории, они просто посмеялись над русскими, сказав, что, наверное, ваш христианский бог вам не очень-то и помогает. И вот как заступница перед язычниками, как покровительница христиан на языческой земле, Богородица и явилась в этот момент для того, чтобы явно и вещественно доказать, что ее молитвенная помощь никогда не оскудевает. С тех пор это особое покровительство именно воинам, которые сражаются за веру христианскую. Икона сопровождала русские войска во время польской интервенции, Петра Первого во время борьбы со шведами. А в 1941 году самолет с этой иконой облетел Москву, когда началась Великая Отечественная война. Впоследствии появилось очень много списков, причем уже вскоре после того, как она была обретена, не было понятно стопроцентно, где подлинник, где списки. Очень много самых разных версий на этот счет бытует. И в конце концов появилось много списков, которые тоже в свою очередь стали признаваться чудодейственными. И в общем эта икона стала весьма и весьма популярной. У всех списков иконы Казанской Божьей Матери есть определенные отличительные черты. Это, как правило, оплечное или погрудное изображение Богородицы. То есть мы не видим ее путеводительного жеста к младенцу. А в остальном она, в принципе, очень похожа на Адигитрию. Единственное, что лики младенца и Богородицы сближаются друг с другом, то есть акцентируется связь между матерью и младенцем. И вот это, с одной стороны, акцентирование связи между двумя ликами, с другой стороны, это акцентирование связи с самим предстоящим предыконой, потому что укропнение лика – это значит укропнение глаз. Лик Казанской Богородицы сейчас есть в каждом храме в Рязани. Именем иконы назван монастырь. В нашем музее есть несколько икон. Это иконы, которые раньше бытовали в храмах, в рязанских, не казанских. Ну, поскольку, значит, популярны, то были и в других храмах. А если говорить о казанских храмах, то здесь известно, в Переславле-Рязанском еще в 16 веке был у нас монастырь. Мастырь Девичий Явленский, как он назывался, то есть он был посвящен явлению Казанской Божьей Матери. То есть, видимо, вот где-то вскоре после этого чудодейственного обретения в Казани он и появился. Сначала здесь существовал монастырь на территории Кремля, а затем в конце 18 века был переведен на современную улицу Фурманова. Кроме того, что Казанская Божья Матерь сопровождает русское воинство с момента ее обретения, ей принято молиться об исцелении от болезней, о заступничестве, о семье и счастье в личной жизни. Казанской иконой по традиции благословляют новобрачных. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Спонсором программы стала выставка продажи икра и рыба Камчатская. Всего доброго. С 1 по 6 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова